Сергей Хомутов не часто обращается к врачам. Он индивидуальный предприниматель. Однако, когда пришлось, смог оценить преимущество электронного больничного листа с обеих позиций. Виртуальный документ, считает мужчина, удобен как для работодателя, так и для работника. Я думаю, что в связи с тем, что в стране происходит полная электролизация всех деятельностей, это будет достаточно удобно и для работодателей, и для работников в целом. Меньше бумажной волокиты. Не надо потерять бумажку, невозможно. Может, я потерял, а если не потерял, то все всегда можно посмотреть. С 1 января 2022 года медицинские учреждения перестали оформлять бумажные листы временной нетрудоспособности. Теперь пациент после осмотра получает на руки лишь номер, причем здесь же, в кабинете врача. Это актуально в текущей эпидемиологической ситуации. Здесь преимущество в том, что пациенту не нужно ходить после оформления выписки листка нетрудоспособности за подписью врача, за печатями. Теперь электронные листки нетрудоспособности подписываются электронной цифровой подписью, и такая услуга уже становится более удобным для пациента. Необходимая информация доступна пациенту на портале госуслуг в личном кабинете. Там можно уточнить длительность пребывания на больничном, а также сумму которой заболевшему должен работодатель и фонд социального страхования. Чтобы получить выплату работнику, достаточно сообщить работодателю номер больничного листа. Также происходит дальше информационный обмен между страхователем, медицинскими организациями, федеральным государственным учреждением, медико-социальной экспертизы. Уже и оплата больничных происходит, уже всем стало в этом плане информация доступна и проще. Также тем самым мы боремся и с подделками, которые иногда имеют место быть. Электронные больничные листы сегодня можно оформить во всех поликлиниках и стационарах муниципалитета. Возможно, противники цифровизации отнесутся к новшеству с недоверием. Однако время диктует новые формы работы, в том числе для сферы медицинского обслуживания. Алла Сталаева, Надежда Звягинцева, Андрей Капустин, Первый, Мытищинский.